Здравствуйте, меня зовут господа Мария Андреевна, я врач-оториноларинголог, я врач-сурдолог, я работаю в медцентре Куратор сети Новая Медицина на Ленина 44. Я кандидат медицинских наук, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня я бы хотела вам объяснить, какие бывают слуховые аппараты. У нас был ролик, посвященный слухопротезированию, если вы его не смотрели, посмотрите. А сейчас мы более четко и конкретно поговорим о тех форм-факторах, которые есть у пациентов при слухопротезировании. Принципиально аппараты делятся, как я уже говорила, на аналоговые, триммерные и цифровые. На сегодняшний день признаны наиболее лучшим и оптимальным вариантом цифровые слуховые аппараты. Современные слуховые и цифровые аппараты – это компьютеры в ухе. Те возможности, которые дает слуховой аппарат, зависят не только от размеров, но и от тех программ, которые есть внутри. Задача любого слухового аппарата – чтобы пациент разбирал речь. Слуховые аппараты бывают, в первую очередь, которые работают на батарейках. В зависимости от того, какой по размеру слуховой аппарат, да, там разные размеры батареек. Это основная масса слуховых аппаратов, так есть и перезаряжаемые слуховые аппараты. Очень похожи на беспроводные наушники, специальный кейс, туда вставляются слуховые аппараты, и таким образом они заряжаются. То есть батарейки там аккумуляторные. Вот я хочу показать, да, то, что я говорила. Кейс, внутри него находятся слуховые аппараты. Видите, слуховые аппараты сейчас есть очень маленькие и очень стильные. То есть они больше похожи на беспроводные наушники. Эти аппараты появились не так давно, это новые технологии, поэтому, конечно, эти аппараты стоят, как правило, подороже, чем аппараты, которые на батарейках. Аппараты, которые работают на батарейках, бывают тоже разные. Вот это внутриканальные слуховые аппараты. Внутриканальные слуховые аппараты – это аппараты очень маленькие, которые вставляются непосредственно в наружный слуховой проход, но это такой невидимый сегмент аппаратов. Есть пациенты, у которых можно одеть эти слуховые аппараты, они, как правило, рассчитаны для средних потерь слуха. То есть если у пациента большая потеря слуха, такие аппараты, к сожалению, ему не подойдут. Ну и, конечно же, они для пациентов, которые хотят, чтобы аппарат было не видно. Он вставляется в наружный слуховой проход и вынимается. Здесь есть специальная леска, тут тоже есть батарейки. Здесь самые маленькие батарейки, десятый размер. Если брать более большие потери слуха, для них тоже есть маленькие внутриушные уже слуховые аппараты. У них размер больше и они чем-то похожи. Вот когда показывают звезды, поют, у них в ушах есть вот такие вот маленькие наушники. Они похожи действительно на наушники, которые сейчас есть. Вот это внутриушные слуховые аппараты, их размер больше, они частично видны в ушной раковине. Это тоже маленькие размеры аппаратов при больших потерях слуха, чем, например, аппараты внутриканальные. Есть аппараты заушные маленькие. Вот это сам слуховой аппарат. Этот аппаратик вешается за ухом. И благодаря тонкой трубке тоже он вставляется в наружный слуховой проход, но за ухом его практически не видно. Это аппараты так называемой серии Пэйшен или серии Микро еще есть. Тоже аппараты серии Микро, они маленькие. Аппараты, которые маленькие, они, как правило, идут для небольших потерь слуха. Это вот аппараты серии Микро, которые тоже за ухом. Они бывают как и с тонкой трубкой, так и со стандартным вкладышем. Тоже они заушные. Ну и аппараты немножко больших размеров заушные. Аппарат вешается за ухо. Индивидуальный вкладыш, который соединяет пациента с аппаратом, вставляется в наружный слуховой проход. И так вот носит пациентов. Но вот этот аппарат сам по себе достаточно мощный. Но видите, он, в общем-то, достаточно маленький. Вот батарейный отсек внутрь, и тут стоит батарейка. В основном производители слуховых аппаратов это западные производители. Например, Дания это достаточно маленькая страна, в которой всего 5 миллионов жителей. Но там имеется три крупнейших мировых производителя слуховых аппаратов. Фресаунд, Татико и Видекс. Мы очень много лет работаем с Видексом. Очень надежный поставщик. Очень хороший сервис. Но сейчас, конечно, с этим есть, к сожалению, трудности. Всем на слуху. Раньше был аппарат фирмы Симмонс. Сейчас эта фирма, она слилась с том же самым Видексом. И теперь называется Сигния. Мы тоже работаем с этим производителем. Аппараты очень технологичные. Но в отличие, например, от того же самого Видекса, они дороже. И кроме того, мы работаем еще со швейцарскими производителями. Это фирма Бернафона. Она много лет тоже на международном рынке. Аппараты тоже качественные. Тоже с повышенной разборчивостью речи. К сожалению, отечественных производителей по качеству таких же, как эти европейские производители, пока мы не знаем. Но надеемся, что в ближайшем будущем они тоже появятся. Потому что эти работы проводятся. И нам обещают, что в течение ближайших 5 лет появятся и наши очень качественные и хорошие слуховые аппараты для наших пациентов. По поводу того, как вообще подбирается слуховой аппарат. Понимаете, просто так прийти и сказать, я хочу вот этот красненький с желтыми полосочками слуховой аппарат, здесь так, к сожалению, не работает. Во-первых, слуховой аппарат, его мощность выбирается под конкретное изменение слуха, которое есть у пациента. Это в первую очередь. То есть, например, пациент с большими потерями стугаух с четвертой степени придет и говорит, я хочу внутриканальный слуховой аппарат. Единственный ответ, который я могу ему сказать, это невозможно. Слуховой аппарат не покроет ваши потери слуха. Второй фактор, который влияет на то, что пациент может выбрать. На данный момент, с учетом вот этой вот всей спецоперации, сейчас количество слуховых аппаратов, которые поставляются западными поставщиками, резко упало. В этом мы ограничены, да, потому что на складах у производителя их в нашей стране нет. Третий фактор – это стоимость слухового аппарата. Слуховые аппараты – это чудо, которое придумал человек. Это техническое средство, очень высокотехнологичное. Поэтому, к сожалению, это не дешевое приобретение. Наверное, самые дешевые слуховые аппараты, которые можно попытаться найти, ну, стоят в районе 20-25 тысяч. Дешевле их нету на сегодняшний день. И даже за эти деньги, к сожалению, крайне сложно найти. Потому что, когда западные поставщики перестали поставлять в нашу страну аппараты, в первую очередь исчез дешевый сегмент. Потом постепенно стал исчезать и более дорогой сегмент. Поэтому с этим сложности. Ну и, конечно же, еще раз говорю, самое главное – это тот тип снижения слуха, который есть у пациента. Есть ли у пациента, например, высокочастотная тугоухость? В таком случае у пациента должен быть слуховой аппарат с открытым индивидуальным вкладышем. И в таком случае нужен не только слуховой аппарат, который покроет определенное изменение слуха, но и специальный вкладыш. Потому что 30% успеха слухопротезирования – это не только аппарат, это еще и индивидуальный вкладыш. Кроме того, в слухопротезировании очень важно сопровождение последующее. То есть пациент приобрел слуховой аппарат, и мы продаем не просто аппарат, мы осуществляем реабилитацию пациента. То есть он должен поносить слуховой аппарат в течение, например, трех недель и прийти к доктору на поднастройку. Когда он скажет, что ему нравится, что ему не нравится, что его раздражает, какие звуки, что у него получается, что не получается. Доктор поднастроит слуховой аппарат, и потом еще раза три надо будет прийти. Вот когда доктор уже уверен, что пациент привык к слуховому аппарату, что реабилитация у него идет хорошо, вот только тогда он его может отпустить. Слухопротезирование – это отдельная отрасль реабилитологии. В первую очередь, какой нужен слуховой аппарат, решает и определяет то изменение слуха, которое есть у пациента. Во вторую очередь, это те запросы, та повседневная жизнь, которая есть у пациента. Да, если он хочет быть постоянно на связи, чтобы у него был прямой аудиостриминг, чтобы аппарат коннексировался с телевизором, с телефоном, с FM-системами, например. Это более технологически продвинутые слуховые аппараты. Ну и, конечно же, с теми финансовыми возможностями, которые есть у пациента. Вы понимаете, слуховой аппарат дает то, что не даст ни одна таблетка на сегодняшний день. Пациент, который плохо слышит, он к этому привык. И он, наверное, не верит в чем-то в себя, и он не понимает, как будет он слышать в слуховом аппарате. Ко мне приходят пациенты со сниженным слухом, они не улыбаются, они грустные, они, в общем-то, ни в меня, ни в себя не верят. Когда они привыкают к слуховым аппаратам, это совершенно другие лица. Они улыбаются, они слышат, они уверены в себе. Это дает совершенно другой эмоциональный окрас. Поэтому, если у вас есть снижение слуха, запишитесь к сурдологу, подумайте об этом. И если вам нужен слуховой аппарат, сделайте шаг, чтобы сделать вашу жизнь ярче, качественней и уверенней. Субтитры создавал DimaTorzok